Около пяти тысяч человек поднимались на самую высокую точку нашей планеты, но лишь нескольким храбрецам удавалось добраться до самой глубокой. Какими бы суровыми ни были условия на вершине горы Эверест, ничто не сравнится с тем, что ждет вас на дне Марианской впадины. Здесь царит вечный мрак, под силой давления гнется металл, из подводных гейзеров бьют фонтаны жидкой серы. О людях, которые решились отправиться в этот ужас, мы расскажем чуть позже. А сейчас давайте посмотрим, какой путь следует пройти, чтобы погрузиться на рекордную глубину. 40 метров – максимальная глубина ныряния собирателей жемчуга и аквалангистов-любителей. От 0 до 200 метров – среда обитания 90% всей жизни в океане. На такой глубине свет еще проникает через толщу воды. Это создает условия для роста фитопланктона. Обширная биомасса служит кормом для огромного разнообразия мелких рачков, а те являются пищей для рыб. 332 метра – рекорд ныряния в глубину с аквалангом. На глубине от 200 до 1000 метров наступает зона сумерек. Сюда проникает менее 1% солнечного света. Но здешние обитатели научились сами источать свет. Они используют биолюминесцентные химические реакции, чтобы привлечь добычу или отпугнуть хищников. 565 метров – максимальная глубина ныряния императорского пингвина. Ввиду отсутствия фотосинтеза, на такой глубине ничего не растет. Но здесь еще встречаются рыбы. Многие из них заплывают на глубину, чтобы укрыться от хищников. 1000 метров – сюда уже не достают солнечные лучи. 1027 метров – рекорд погружения в военной подводной лодки. На глубине до 1000 метров обитают сифонофоры. Это ближайшие родственники медуз. Они живут колониями, сцепившись вокруг длинной трубки, которая служит им единой пищеварительной системой. Когда неосторожная рыбка, привлеченная ярким светом, подплывает близко, сифонофора выпускает ядовитые иглы, и жертва становится обедом для всей колонии. На глубине свыше километра начинается зона полуночи. Это место, где царит полная тьма. Еды здесь мало. Глубоководная живность вынуждена экономить энергию. Большинство живых существ не охотятся, а лениво дрейфуют, собирая оседающий с поверхности морской снег, микрочастицы из останков мертвых рыб, растений, фекалий, пыли и песка. Две тысячи двести метров. Здесь живут гигантские спруты, которые нередко вступают в титаническую схватку с заплывающими на такую глубину китами-кошалотами. Четыре тысячи пятьсот метров. Глубина, на которой можно встретить рыбу-удильщика. Для ее жертв светящаяся приманка напоминает сочного жирного червя. Но на самом деле это люминесцентная бактерия, живущая внутри отростка, на теле удильщика. Шесть тысяч сто метров. На такой глубине прокладывают по дну океана интернет-кабели. Более девяносто девяти процентов океана имеет глубину шесть тысяч метров. Чтобы заглянуть глубже, нужно искать трещины в тектонических плитах. Сталкиваясь друг с другом, они формируют подводные вулканы, плато и впадины. Так образовалась и Марианская впадина. Она пролегает южнее Японии и тянется на две тысячи пятьсот пятьдесят километров в длину и шестьдесят километров в ширину, напоминая по форме полумесяц. Это место одно из самых неизученных на нашей планете. О поверхности Марса мы знаем несоизмеримо больше, чем о Марианской впадине. Давление на такой глубине может за микросекунду превратить любой живой организм с поверхности в кровавый туман. Для незащищенного человека это все равно, что оказаться под каменной глыбой весом пятьсот тонн. Дно Марианской впадины испещрено гейзерами, которые выплескивают жидкую серу и углекислый газ. Для организмов с поверхности эти химические соединения смертельны, но для некоторых обитателей глубин они необходимы для выживания. То, что Марианская впадина самая глубокая, стало известно в 1875 году, во время экспедиции корабля HMS Challenger. Технологии тогда не позволяли полностью измерить глубину, но команде удалось зафиксировать максимальную цифру – 8184 метра. Более точные данные были получены только через 76 лет. Экипаж уже другого британского Challenger с помощью гидролокатора обнаружил на дне Марианской впадины расщелину глубиной 10994 метра. Именно тогда самая глубокая точка в океане получила название «Бездна Challenger» в честь обоих кораблей. Самая глубоководная рыба, которая живет в Марианской впадине, была обнаружена совсем недавно. В 2014 году группа ученых из Heidel Ecosystem Studies обнаружила новую разновидность морских слизней, способных жить на глубине более 8000 метров. Бледные, с хвостиком как у угря, лишенные чешуи, они выглядят хрупкими и совершенно не способными противостоять огромному давлению. Выжить им помогает уникальное строение клеток. Экстремальный холод и высокое давление заставляют жиры в клеточных мембранах затвердевать, словно масло в морозильнике, рассказывает руководитель экспедиции вглубь Марианской впадины Джеффри Дрейзен. Глубоководные обитатели вынуждены адаптировать свои мембраны таким образом, чтобы они оставались жидкими, поэтому их клетки заполнены большим количеством насыщенных жиров. Кроме Марианского слизня, на такой глубине нет других хищников, так что он может наслаждаться отсутствием конкуренции. Но даже эта уникальная рыба вряд ли сможет опуститься на самое дно бездны Челленджера. Морские огурцы, мокрицы, альбиносы и похожие на гигантских амеб фораминиферы – самые распространенные формы жизни на дне Марианской впадины. Оказалось, что выбросы метана и жидкой серы являются для микроорганизмов подходящим источником энергии. Изредка на дно опускается туша мертвого кита, и тогда для всех обитателей глубин наступает время пира, которое может длиться месяцами. Марианская впадина также представляет интерес для геологов. На ее дне ученые обнаружили подводное озеро Кипящей серы. Такие же озера есть на спутнике Юпитера Ио. Первыми людьми, которые достигли дна Марианской впадины, стали ученый Жак Пикард и лейтенант ВМФ США Дон Уолш. Их целью было испытание в экстремальных условиях нового подводного аппарата. 23 января 1960 года на батискафе Триест они начали спуск, продолжавшийся почти пять часов. Они не могли проводить исследования, так как на борту не было научного оборудования. Даже фотографий сделать не удалось. Спустившись на дно, Триест поднял столько пыли, что в окне невозможно было что-то разглядеть. Но Пикард и Уолш вернулись с важным открытием. На 11-километровой глубине действительно есть жизнь. Жак Пикард утверждал, что видел в бездне Челленджера рыбу-ремень. Современные ученые исключают такую возможность, считая, что на самом деле это был морской огурец. Не менее важным было и другое открытие. Жак смог опровергнуть распространенное в то время заблуждение, что на большой глубине нет движения воды вверх. Из-за этого ядерные державы даже рассматривали Марианскую впадину как идеальную свалку радиоактивных отходов. К счастью, благодаря двум исследователям радиоактивного загрязнения Тихого океана удалось избежать. Спуск аппарата занял 5 часов, но на дне Пикард и Уолш пробыли всего 20 минут. За это время чудовищная сила давления вывела из строя батареи, гидролокатор и несколько двигателей, а на одном из иллюминаторов образовалась трещина. Исследователи планировали вернуться в бездну Челленджера, чтобы изучить ее получше. Но из-за большого риска для жизни экипажа, ВМС США ограничило глубину погружений Триест до 6000 метров. Понадобилось полвека, чтобы люди предприняли новую попытку. Ее инициатором стал кинорежиссер Джеймс Кэмерон, известный по фильмам «Титаник» и «Аватар». Кэмерон был уже не новичком в погружениях. Он спускался на глубину во время съемок фильма «Бездна», участвовал в экспедициях к затонувшему «Титанику» и останкам линкора «Бисмарк». Практически все на поверхности Земли уже исследовано. А в космосе людей посылают только на орбиту, к другим планетам отправляя машины. Радость открытия неизведанного остается в одном месте – в глубинах океана. Только 3% изучены, так что впереди еще много открытий, рассказывал Джеймс Кэмерон. В 2000-е годы в мире не было ни одного подводного аппарата, способного выдержать давление на глубине 11 километров. Поэтому Кэмерону и его команде пришлось сконструировать его самим. Создание «Дипси Челленджер» заняло более 7 лет. Миниатюрный батискаф, внутри которого едва помещался один человек, стал одним из самых сложных подводных аппаратов в истории. 180 систем на борту управляли трехмерными камерами, системой жизнеобеспечения, устройствами связи и гидравлической рукой для сбора образцов почвы. Аппарат напоминал вертикальную торпеду. Идеальная форма для быстрого спуска. Внутри находилась сфера из толстого слоя металла, откуда Кэмерон управлял батискафом. Посмотреть на погружение режиссер пригласил Дона Уолша, единственного живого человека, побывавшего на дне Марианской впадины. «У вас есть совет, если на глубине 5 километров я услышу треск?» – спросил Джеймс. «Если ты его услышал и все еще жив, можешь погружаться дальше. Тот, что тебя убьет, ты не услышишь», – успокоил Дон. Путешествие Джеймса Кэмерона к бездне Челленджера состоялось 26 марта 2012 года. Режиссеру удалось отснять большое количество материала, который позже лег в основу документального фильма «Вызов бездне 3D». Не все прошло, как хотелось. Кэмерон планировал провести на дне 7 часов, но из-за поломки двигателей пришлось уложиться в 3. Джеймс сидел в полусогнутом состоянии, так как диаметр сферы составлял чуть больше метра. «Я ощущал себя совершенно изолированным от остальных людей, будто попал на другую планету. Это абсолютно пустое безжизненное место», – вспоминал Кэмерон. Голливудскому режиссеру не удалось встретить на дне признаки жизни. В точке приземления батискафа дно выглядело плоским и пустынным. Но в пробах земли, которые Джеймс забрал со дна Марианской впадины, обнаружилось множество ранее неизученных микроорганизмов. На протяжении 7 лет после путешествия Кэмерона без дну Челленджера никто не тревожил. Экспедиции возобновились только в 2019 году, и на дне Марианской впадины побывали еще 10 человек. Все они совершили спуск на подводном аппарате «Лимитинг-фактор». Эту субмарину сконструировал бизнесмен и исследователь Виктор Вискова, специально для спуска на экстремальную глубину. Виктору и его субмарине принадлежит несколько рекордов. Он стал первым человеком, который неоднократно спускался на дно Марианской впадины, и первым, кто посетил самые глубокие точки всех четырех океанов. Виктор также побил рекорд самого глубоководного погружения. Последними, кто спустились в бездну Челленджера, стали китайские ученые на аппарате Фендуже. 10 ноября 2020 года они провели трансляцию самого дна океана, и в прямом эфире ее показали на пекинском канале CCTV, так что зрители могли тоже ощутить себя подводными исследователями. Хотя Марианская впадина остается одним из самых плохо изученных мест на планете, в последние годы в ее исследовании заметный прогресс. Каждая экспедиция вглубь бездны дает новые ответы и знакомит с ранее неизвестными обитателями глубин. Самое изолированное место на планете не смогло избежать влияния человеческой цивилизации. Подводным исследователям встречались на дне впадины пластиковые пакеты и обертки от конфет. Следы загрязнения присутствуют и в микроорганизмах. Понимание того, как эти организмы научились выживать в экстремальных условиях, может пригодиться в биомедицине и других областях. Считается, что глубоководные гейзеры могли стать местом рождения первых живых существ на планете. Поэтому бактерии на дне Марианской впадины могут пролить свет на один из самых важных вопросов – как появилась жизнь во Вселенной. На этом все. Пишите в комментариях, что думаете о героях выпуска. Не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на канал и до новых встреч!